Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Несколько дней назад я рассказывала вам, с каких петуний можно собрать семена, а с каких нет. Вот сейчас я покажу, что мы делаем дальше с этими семенами. Вот была зеленая вот такая семенная коробочка. Она поспела, стала вот такого коричневого цвета. Мы ее сняли. Все. Потом я разместила все это в контейнер, принесла домой, положила на окно. После этого, после нескольких дней коробочки начинают расщелкиваться. Вот если вы увидели, что коробочки у вас приоткрыли створки свои, то вам не обязательно уже дальше дожидаться, чтобы она как совсем засохла. Все. Вы берете, вот они эти створки открылись, берете, высыпаете оттуда все семена, а эту пустую коробочку можно выбросить. Если она сразу, когда вы сняли ее с куста, сразу вот так приоткрыта, она уже сама хотела выкинуть семена, вы значит просто высыпаете все эти семена, а створку можно убрать. Все. Вот этим семенам, которые мы высыпали из створок, им уже не нужно никакого дозаривания. Если они выпали из створки, это все полностью готовые семена петунии. Их не надо ни просушивать, ни держать где-то в каких-то специальных помещениях. Если семечко выпало из створки, значит оно готовое, сухое. Вот это семена петунии на будущий год. Семена собраны вот с такого сорта, вот лиловые. Я их сейчас запакую в мешочек, написано лиловое. Все. Разделяю по цветам. Лиловое у меня будет отдельно лежать. Вот такая, я ее написала, зебра. Зебровое отдельно. Если вам не важно какой цвет, можете просто сложить в один пакет. Когда я кладу в один пакет, я пишу петуния, смесь. Все. Семена петунии собирать очень легко. Главное не упустить момент, когда начинает раскрываться створка. Если она раскроется, пока она на растении, все семена, конечно, упадут. Вот за этими зелеными створками я каждое утро выхожу, смотрю, не стали ли они коричневые. За зелеными вот этими семенными коробочками. И смотрю, закрыты ли у них створки. Как только она покоричневеет, я ее сразу снимаю. И в общую коробочку. Некоторые, даже которые недозрелые, они здесь дойдут до кондиции. Вот она, видите, створочка. Все, ее можно высыпать. Высыпала. Никакого дополнительного, ничего не нужно для семян петунии, в отличие от виолы. Вот виолы расщелкиваются. Виола после расщелкивания должна полежать подольше, пока не засохнет вся вот эта. И потом те, которые у нее не выщелкнулись, не выстрелили семена, придется потом вот так вручную их вылущивать. Но они тоже большинство, большая часть семян сами выщелкиваются, сами опадают. Но вот эти, они могут, смотрите, могут быть коричневые, могут быть светлые, вот такого светлого цвета. Но все равно это спелые, схожие семена. Если створка расщелкнута, значит семена готовы. Все, вот этот краткий видеоролик для тех, кто ни разу не собирал семена петунии. Вот сейчас в основном я про петунию говорю. Петунии семена очень мелкие. И некоторым, если вы хотите для себя использовать, хватает 2-3 створочки, чтобы посадить огромную, роскошную клумбу петунии. Даже с нескольких, с нескольких, ну прям буквальных цветочков у вас будет много-много семян. Но очень жаль, конечно, что не со всех петуний можно собирать семена. Про черенки поговорим позже, пока занимаемся сбором семян петунии. Вот таких простых, не махровых. Все они дают семена, все прекрасно всходят. Особенно свои семена, собранные своими руками, у них очень хорошая всхожесть. Потому что они не подвергаются никакой обработке. Вы их сейчас положите в пакетик. Они у вас зиму пролежат и весной зайдут все до одного. Заходите на мою страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Там про петунию и про зимнее хранение. Как она у меня зимой в подвале живет, какие условия, как я сею, как я ее пикирую, выращиваю. Все есть на моей странице. Кто хочет, как развести у себя петунию на участке, заходите, смотрите. Мои видео уроки для начинающих, для тех, кто только-только начинает познавать вот эти прелести цветоводства, огородничества. Опытным садоводам, конечно, они кажутся мои ролики наивными, какими-то такими, как, может быть, и ненужными. Но тем, кто только начинает выращивать цветы, они очень важны, потому что это самые-самые первые шаги, азы. До свидания. Пусть ваш огород сад благоухает цветами, плодами, овощами. Все это доступно, все это очень просто. Нужно только чуть, немного внимания. До свидания.